Здравствуйте! В эфире «Земля и люди» – программа для жителей села и его окрестностей. Сегодня последний выпуск программы «Земля и люди» в 2019 году. И по традиции в последней программе года я всегда подвожу итоги года сельскохозяйственного. Обычно я приглашаю к нам в студию гостей – это руководители сельскохозяйственных предприятий, перерабатывающих предприятий, министра сельского хозяйства. И так вот в студии с гостями мы обсуждаем, каким же был год. Но сегодня я хочу немного отойти от этой традиции и итоги года подвести в виде такого небольшого итогового фильма. Надеюсь, вам будет интересно. Нижегородская область – крупнейший сельскохозяйственный регион Нечерноземья, где живут и работают добросовестные, трудолюбивые и ответственные люди. Сегодня агропромышленный комплекс региона – это более миллиона гектар пашни, занятые различными сельскохозяйственными культурами. 400 сельскохозяйственных организаций, 1600 фермерских хозяйств, 800 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, более 450 тысяч личных подсобных хозяйств. Производственные успехи отрасли в 2019 году оцениваются более чем в 70 миллиардов рублей. При этом отмечается рост объемов производства мяса, молока, зерна, картофеля, овощей, льноволокна. Как и в прошлые сельскохозяйственные годы, 2019 год не обошелся без ряда сложностей. Трудности разные бывают. Главное, чтобы техника не подвела. Вот это самое главное. И погода играет важную роль очень. В этом году у нас трудность одна – это погодные условия. 2019 год, он как будто какой-то необычный был. С весны вроде бы так засушило, что мы боялись, что будет засуха и повторение 10-го года. Единственное, что подвели, а зимы культуры, потому что была очень засушливая осень. Вот яровые очень хорошо себя показали. Несмотря на все трудности и непростые погодные условия, нижегородские аграрии вырастили хороший урожай. Собрано 1,2 миллиона тонн зерна. Произведено более 800 тысяч тонн картофеля. 200 тысяч тонн овощей. 300 тысяч тонн сахарной свеклы. Существенные результаты видны в развитии садоводства. Увеличиваются площади под плодово-ягодными насаждениями. В 2019 году произведено 500 тонн различных плодов и ягод, что на треть превысило урожай прошлого года. Животноводческая отрасль также сохранила положительную тенденцию развития. Сделан еще один шаг к повышению уровня самообеспеченности региона молочной и мясной продукции собственного производства. По итогам года произведено более 600 тысяч тонн молока, 150 тысяч тонн мяса, 1,4 миллиарда яиц. Для продолжения эффективной работы животноводства аграрии заложили прочную кормовую базу. Ну, этот сельскохозяйственный год, я считаю, сложился очень удачно в области растеневодства. Значит, мы запасли большое количество кормов, то есть планы по заготовкам кормов выполнены на 110 и более процентов. Это и сено, и сенаж запасли, сейчас готовим. Это силосы зеленой массы кукурузы. Небывалый урожай зерновых в этом году собрали. Предприятия региона работают над улучшением рациона животных. Помимо производства традиционных кормов сена, сенажа, силоса, появляются новинки. Так, например, витаминно-травяная мука повышает продуктивность животных за счёт большого содержания в ней белка. В перспективе, конечно же, мы собираемся масштабировать, собираемся обрабатывать всё больше и больше земель, вводить их в силу оборот. Высокие достижения демонстрирует пищевая отрасль. При высочайшем качестве производимой продукции, которую ценят не только в области, но и далеко за её пределами, увеличены объёмы выпуска мясных полуфабрикатов, колбасных изделий, молока, сливочного масла, творога, кетчупов и соусов, других видов продукции. В 2019 году предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности произведено продукции более чем на 100 миллиардов рублей. Обеспечен рост к уровню прошлого года свыше 4%. Особое внимание в регионе уделяется обновлению машино-тракторного парка. Техническому переоснащению способствует то, что сельхозтоваропроизводители приобретают технику и оборудование, участвуя в областных и федеральных программах, активно используя механизмы лизинга. В 2017 году был закуплен большой объём техники. И где-то около 80% было по льготному кредитованию. Было закуплено 9 кировцев К744Р4 модели, 6 тракторов, версатайл 2375, прицепные агрегаты, почвообрабатывающая техника. Это дисковый бронакатрос, 6 единиц. В регионе активно развиваются фермерские хозяйства, которые вносят свой вклад в развитие агропромышленного комплекса. Развивать своё дело фермерам помогает господдержка, объём которой ежегодно увеличивается. Сегодня, благодаря поддержке государства, мы можем строить не только фермы, но и жильё. Я сам, как молодой специалист, в своё время проходил, через это строил дом. Мы также развиваем активное село, строим новые дороги по программам «Сельские дороги», строим новую школу. Я думаю, что у нас всё получится. В этом году в рамках национального проекта область приступила к реализации проекта создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации. Было выделено 100 миллионов рублей, в том числе 96 миллионов рублей из федерального бюджета и 4 миллиона рублей из областного. 29 фермеров получили субсидию в виде гранта «Агро Стартап». Это позволило дополнительно создать 56 новых рабочих мест. Занимаемся растеневодством, животноводством, сеем зерновые, пшеницу, овёс в общей сложности 260 гектаров и лён в общей сложности 80 гектаров. Ежегодно в области появляются новые животноводческие комплексы с современными технологиями. В 2019 году построено и реконструировано 15 таких объектов на 4200 голов крупного рогатого скота. Так, например, в Починковском районе реализован инвестпроект по строительству комплекса по производству молока на 1200 голов дойного стада. Такие комплексы позволяют выйти на новый уровень производства, увеличивать объёмы выпускаемой продукции. «Это было изменено, прежде всего, навоза удаления. Раньше здесь производился этот рактор, сейчас поставлюсь в креперное навоза удаления. Было изменено, значит, стойловое оборудование, лежанки для животных, потом поилки были изменены, исходы подогрева, освещение было снова сделано, световые коньки, бетонирование, ламинирование кромовых столов. Также обновлена система управления стадом, вступлена новая программа». Агропромышленный комплекс активно развивается. В настоящее время в регионе реализуются более 80 инвестиционных проектов разных производственных направлений. Это позволит создать более 1700 рабочих мест в сельской местности. Проект молочного овцеводства подразумевает не только разведение и статус оформления племенного хозяйства овцеводческого и козоводческого, но также процесс переработки овечевого и козького молока в производстве сыра. Льноводство и переработка льна для региона является важным и перспективным направлением, тем более что лен является экспортной культурой. В текущем году площади подо льном были увеличены на 1,2 тысячи гектар. В 2019 году произведено 4000 тонн льнотресты. В этом году правительством области было принято решение укрепить меры поддержки льноводства в виде выделения дополнительных субсидий. Областной бюджет компенсировал аграриям 75% затрат на приобретение специализированной техники и оборудования для возделывания льна. Льносеющим предприятиям Нижегородской области, увеличившим посевные площади подо льном на 10 и более гектар, оказали государственную поддержку в размере 26,7 миллиона рублей. В это дело я вникаю и хочу, чтобы переработка льна у нас в районе шла в полную силу. Появляются и существенно новые производства для региона, такие как оленеводство. Опыт разведения оленей на ферме в селе Ивановское показал высокую продуктивность в 2019 году по разведению европейского благородного оленя и морала. Первых животных мы завезли в декабре прошлого года. То есть, получается, у нас животное чуть больше полугода находится в хозяйстве. Животные, я считаю, что адаптировались очень хорошо к нашим условиям. Также в Нижегородской области распространение получило сыроварение. Сыроварня в Городецком районе позволяет осуществлять выпуск сыров с голубой плесенью при полном цикле производства – от разработки комбикормов до упаковки продукции, что гарантирует высокое качество сыра. Ожидается запуск сыроварни по производству сыров из позива и коровьего молока с широким ассортиментным рядом. Для того, чтобы сделать хороший сыр, молоко должно иметь хорошие характеристики. То есть, это должен быть определенный белок в молоке определенного уровня и жир, жир и плотность. В регионе ведется работа над водом в оборот заброшенных земель. Это позволяет расширять пассивные площади, производить больше продукции, которая не только идет на удовлетворение внутренних потребностей населения, но и на экспорт. После приобретения этого участка, значит, в хозяйстве был разработан план по этапному вводу этих залежных земель в оборот. Вот на 2019 год, после составления проектной смертной документации, мы ввели 1100 гектар. Для обработки заросших земель предприятием агропромышленного комплекса необходима специализированная техника, приобрести которую за счет собственных средств аграриям проблематично. Поэтому было принято решение о введении субсидий на возмещение части затрат на приобретение высокопроизводительных тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. По итогам 2019 года будет введено в сельскохозяйственный оборот 20 тысяч гектар ранее неиспользуемых земель. Ряд предприятий региона достигли определенного уровня развития и начинают развивать экспортную деятельность. В настоящее время экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья осуществляют более 40 организаций агропромышленного комплекса региона. Масложировая продукция является основным направлением в структуре экспорта и занимает 76% от общего объема экспортных поставок. Также на экспорт идет мукомольно-крупенная продукция, кондитерские и макаронные изделия, ладово-ягодные джемы, алкогольные и безалкогольные напитки, другие пищевые продукты. Количество предприятий-экспортеров растет, расширяется и перечень экспортируемой продукции. Огромную роль в развитии сельского хозяйства играют молодые кадры, в руках которых находится самое главное – наше будущее. Для привлечения молодежи в сельскохозяйственном направлении государство также оказывает поддержку в строительстве жилья для молодых семей, выплачиваются субсидии. Ну, конечно, вот эти все успехи, они не были бы возможны, если бы Нижегородская область не помогала. Я вам скажу огромное спасибо правительству, что есть вот такой бюджет, вместе с федерацией где-то около 5 миллиардов, значит, где мы можем в том числе на селе строить жилье. Ну, эта программа, она, конечно, давно уже как-то существует. Недавно в ней каждый, наверное, уже лет 10, как строим. То есть вот за 2 года мы построили 13 домиков на 13 семей. Программа очень довольно-таки интересна для молодежи, которая живет, работает на селе. По этой программе мы смогли, как молодые специалисты, получить довольно-таки комфортные, большие дома. Безусловно, довольная площадь. Пока она строя, так это можно потеряться, в принципе, в этом доме, то есть не найти друг друга. Но, в принципе, если им создавать условия, строить жилье, строить новые предприятия, то, я думаю, в общем-то, молодежь пойдет, потому что здесь на селе сейчас становится интересно работать, потому что мы внедряем новые современные технологии. Сейчас очень программа, помимо строительства жилья, есть еще и другие программы. Со школьной скамьи детей знакомят и заинтересовывают с агропромышленными комплексами. На примере Бутурлинской среднеобразовательной школы имени Казакова, которая имеет свои корни уже с 1880 года, когда в ней обучались дети крестьянских селений Бутурлино и ближайших округов. На сегодняшний день в школе успешно обучается около 800 воспитанников, открыты новые корпуса, лабораторные классы для практических занятий. В лагере мы отдыхали, ходили на разные конкурсы, мы познакомились там с профессиями агроном, с профессией электриком, дояр, софер. Еще мы ездили в телятник, смотрели и изучали, как ухаживают за телятами, растят их и как их кормят, какие там технологии. Мне больше понравилось работать на зерномете, то есть ты стоишь за пультом и просто управляешь как бы им. Я бы осталась тут и работала ветеринаром. Я бы осталась здесь и работала доктором. Я бы осталась тут и работала полицейским. Для привлечения молодых кадров сельхозпроизводства ведется активная работа с ребятами специализированных учебных заведений по заключению соглашений об их дальнейшем трудоустройстве в сельскохозяйственной организации области. В этом году начали действовать так называемые аграрные стипендии, которые составляют 4 тысячи рублей и 3 тысячи рублей для учащихся в высших и средних учебных заведениях соответственно. Я заключил этот договор, потому что он мне стал интересен. В нем есть небольшая добавка к стипендии. Идею эту мне подал дядя. Он работает у меня в колхозе, и он узнал, что можно заключить договор, чтобы получить аграрную стипендию. Потому что выгодные условия были для этого. Я согласился. Я бы хотел работать на селе, в своем районе, самом из Ковернинского района. И эта программа мне дает гарантированное место работы. Плюс дальнейшее развитие, добавки и обеспечение жильем, что самое главное сейчас. От молодых кадров зависит будущее. Но без калифеев отрасли, без их опыта и наставничества не будет преемственности. А значит, и тех темпов развития, на которые вышла агропромышленная сфера Нижегородской области, сегодня. У нас здесь Дом культуры, это наш Дом культуры, колхозный на 450 метров. У нас есть спортивные секции. Храм открыли. Вот сейчас ждем. Должны скоро его осветить. Я думаю, что духовность и строительство храма, и пуск храма, эксплуатацию, это поможет им и воспитанию. И как-то по-другому все становится сразу. Развитие сельских территорий, приток кадров на село, строительство спортивных комплексов и социокультурных объектов. Газ, вода. Это совместная работа государства, руководителей сельхозпредприятий, сельских тружеников, всех тех, кто неравнодушен к своей земле. Сколько же нужно упорство уменья вложить, Чтоб урожаем земля нас смогла удивить. Хлеб колосился и спели на ветвях плоды. В каждое деревце вложены ваши труды. Вот таким был 2019 год для Нижегородского агропромышленного комплекса. Сейчас у нас в программе короткий блок рекламы, после чего будем песни петь. Все же Новый год на носу. Ну а какой Новый год без песен? Продолжаем программу. И пришло время нашей постоянной и любимой многими нашими зрителями рубрики «Клуб». Приближается Новый год. А какой Новый год без песен? А какой любимый песенный жанр у нас в деревне? Ну, конечно же, частушки. И сегодня наш частушечный марафон открывают братья Щербинины из Держинска. Я про тёщу буду петь, а душа у динали. Не болит моя душа, с тёщей очень хороша. Тёща леется на березу, а береза гнётся. А я, зять, стою, смотрю, упадёт и упадёт. Эх, ой, беда, беда, ой, дороже, беда. Тёща белая, А я у тёщи один взять и ничего не делаю, только знаю, подливая красную да белую. Я иду, а свет горит, значит, тёща дома, а на столе уже стоит, будто я сама гуня. Эх, тёща у меня хуже лихорадки, щеларь её пролила, обвалила пятки. Был у тёщи я в гостях, тёща к маму овоща, я хотел её поймать, уплыла и в её роман. А ещё я был в гостях, я хранил холодец, а на следующее утро я заржал, как на реке. А в субботу был в гостях, а тёща угоща. То котлеты, то блинки, то поможи, то коньки. Ты не прячь тёщи деньги, а то мышь поедят, и купи машину взять и у других поедят. И по тёщу петь кончаю, и прошу прощения, я её любил, люблю, до ума, до мать. И я её любил, люблю, до ума, до мать. И не прячь тёщи. Правда? Да не супра. Ты её любишь? Чё мне боль? Эй! Дорогие друзья, дорогие гармонисты, наши любимые друзья, поздравляем вас с наступающим Новым Годом. Желаем всех, всех творческих успехов, крепкого здоровья. Мы вас всех любим и уважаем. Особый привет котихи, котихи, котихи Курлыкову Владимиру от нас, братьев Ивана и Юрия. Володя, всего доброго. Владимир Курлыков, которому вот в такой вот необычной манере передали музыкальную эстафету братья Щербинины, это довольно известный гармонист из Арзамаса. И одна из его фишек это тоже частушки, частушки авторские, и так что сейчас у нас частушки в исполнении Арзамасского гармониста Владимира Курлыкова. Стал я родом из котихи, ох, вам играть и петь готов, но а кто меня не знает, я Владимир Курлыков. Шел в деревне, девки спали, заиграл я, девки встали, а стали пробудились, окна растворились, стали пробудились, да окна растворились. на заваленке у дома нам привычней напевать, а всем родом из деревни нам она родная. Детство помним запах хлеба, русской печки нет теплей, городах больших и шумных помним шире родных полей. Белых роз мы не дарили, нам цветов привычней нет, чем ромашки палевые пили ландышей бутер. За околицей деревни собирались огурьбой, пели песни, танцевали, целовались под луной. О, иди мои семнадцать лет, А счастье не было и нет, Из-за тебя полынь трава Пропала молодость моя. Вместе с вами мы соседи, а много с песней уйдем, мы еще сюда приедем, а если только доживем, а мы еще сюда приедем, сто процентов доживем. Спасибо! Страдания. Одна из разновидностей частушек. Со своими страданиями у нас в программе Тамара Кабаляна. Сирота, я без привету, у меня милого нету, На дубу сидит ворона, кормит вороненочка, У какой-нибудь розини отопьем биленочка. Эх, любовь такая злая, Эх, сердце моё, Это я страдаю. Озеро, озеро, Ноги подморозило, Как ребята подошли, Ноги старые пошли. Ты картёрник, Ты гадатель, Леха, Сказай, Мой гадатель, Не скажу, Кого люблю, Не скажу, Которого, Догадайте, Девка столицы, Девка столицы, Девка столовая. Зачем было увлекаться, Эх, как-то знал, Что расставаться, Как на улице морозь Примораживаешь парень, Девушку столовик, Примораживаешь. Всё? Это всё, о чём я сегодня хотел вам рассказать. Мы, как всегда, встретимся с вами через неделю на канале ННТВ. Ну, а поскольку через неделю уже наступят длительные новогодние праздники, то у нас по традиции следующая программа «Земля и люди» будет полностью музыкальной. Всю программу будем петь и плясать. До встречи в будущем году. Увидимся. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!